За окном метели и непогода. В связи с этим аппаратное освещение было совмещено с заседанием комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главы муниципалитетов остались на местах контролировать ситуацию, поэтому присутствовали на освещении по видеоселектору. У нас осадки в виде снега, мокрого снега, в виде дождя, причем местами очень сильные осадки, с резким гололедом, с резкими и очень сильными метелями. Ветер южный, юго-западный, и мы понимаем, что это очень теплый ветер, который добавит еще больше проблем. Эти проблемы в первую очередь связаны с отключением электроэнергии и заторами на дорогах. Обесточены были 25 населенных пунктов области. К непогоде готовились, поэтому ее последствия удается оперативно ликвидировать. Ситуация была у нас проанализована и прогнозирована еще в пятницу. 2-го числа был оперативный прогноз составлен, отправлен на главу муниципальных образований для того, чтобы привести примитивное мероприятие. Соответственно, именно по отключению электроэнергии и заторами на дорогах. Соответственно, все муниципальные образования сейчас переведены в режим повышенной готовности. В этих условиях наиболее важным аспектом остается работа транспорта и расчистка заносов на дорогах. На железнодорожные авиационные сообщения ветер не повлиял, чего нельзя сказать об автомобильном движении. В связи с плохой видимостью по согласованию с ГИБДД с 8 часов 50 минут ограничено движение пассажирского транспорта по всей территории Ульяновской области. Полностью закрыто движение школьных автобусов, маршрутов, не дожидаясь 8 часов 50 минут, было закрыто в 10 районах. В ночь у нас был организован холостой пробег тронваев и троллейбусов по маршрутам с целью избежать образования наледи на контактной сети и забивания стрелочных переходов. Поэтому на утро у нас общественный транспорт по электротрансу вышел в полном объеме, 109 единиц тронваев, 48 троллейбусов. Что касается автобусов, то выход плановый 852 единицы. Согласно прогнозу Гидрометеоцентра, до сегодняшней ночи сохранится возможность метели. К утру ветер ослабнет, но небольшие осадки будут до 8 февраля. В пятницу на территории области установится морозная погода, без снега. Губернатор поручил держать ситуацию с погодными условиями на особом контроле и докладывать ему о состоянии каждые 3 часа. После этого перешли непосредственно к вопросам аппаратного совещания. Первый из них касался внедрения стандарта добровольческой деятельности. В четверг в южных районах области прошло первое кустовое совещание, посвященное этому вопросу. Несмотря на то, что все муниципальные образования Южного куста прислали нам информацию о внедрении стандарта развития добровольчества, на деле оказалось так, что в таких районах, как Павловский, Николаевский и Старокулаткинский, такие планы не реализовываются. На совещание не приехали представители Радищевского района. Не было обеспечено участие молодежи в совещании, которая занимается волонтерской деятельностью. Единственный район, который вплотную подошел к данным вопросам – Новоспасский. Губернатор подверг резкой критике руководителей муниципалитетов и потребовал подготовиться к следующему совещанию в полном объеме. От вопросов добровольчества перешли к социально-экономическому развитию. По итогам прошлого года область заняла по этому показателю четвертое место в Приволжском федеральном округе, а по индексу промышленного производства – второе. Из всех составляющих индекс промышленного производства или по новым окведов у нас только по добыче полезных ископаемых показатель сложился менее 100%. На достигнутом останавливаться не следует. Тем более, что муниципалитеты области развиваются неравномерно. Второй год подряд Старокулаткинский район показывает худшие результаты. Столько же времени удерживает лидерство Новоспасский район. А вот Теренгульский район продемонстрировал самые высокие показатели роста. В заключении аппаратного совещания губернатор напомнил, что следующий год планируется объявить на территорию области годом нулевого производственного травматизма. Предлагаю разработать закон Ульяновской области о труде. Мы сумеем тогда таким образом определить полномочия и региональность муниципальных властей в сфере охраны труда, чтобы мы в законе прописали, что мы будем регулярно проводить экспертизу в условиях труда, и что, так сказать, все муниципалитеты обязаны разработать, ну, естественно, регион, госпрограммы, муниципальные программы по улучшению рабочих условий. Как отметил губернатор, от выполнения этих условий напрямую зависит улучшение социально-экономических условий жизни региона и повышение благосостояния его жителей. Егор Тстов, Юрий Конехин, Новости дня, Ульяновская правда.